Субтитры создавал DimaTorzok В начале осени 59-го года в Москве, в Преображенской церкви, которая стояла вот на этом месте, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай читает проповедь. Сегодня вы читали в газете «Правда», которая, как известно, никогда правды не писала, «Хулу на святую церковь». Я говорю с этого омвона, со всей ответственностью, что эта газета пишет ложь, и «Хулу на святую церковь» у нас возносили всегда. Да, это была прямая конфронтация с властью, проявление высочайшего, невероятного личного мужества. Я помню его проповедь, все, что он говорил, хотя прошло так много лет. Но главное, что, может быть, на меня тогда произвело неизгладимое впечатление, это не столько его слова, сколько реакция людей. В православных храмах же не очень уместно выражать свои эмоции. Люди не сдерживались, люди выражали свои эмоции. Они повторяли его слова, они кричали «Златоуст!». Один из его ближайших сотрудников, ведерников, вспоминает. Иногда во время проповеди он просто начинал кричать. Долгие годы митрополита Николая называли бархатным, в смысле осторожным, многоопытным. В 59-м он мало подходит под это определение. Повод для таких резких изменений – широкая антирелигиозная, антицерковная кампания, развернутая Хрущевым с осени 58-го года, набравшая бешеные обороты в 59-м и шедшая вплоть до отставки Хрущева. Преображенскую церковь, кафедральный храм митрополита Николая, летом 64-го взорвут. Митрополита Николая в это время уже нет в живых. Он был вторым человеком в церковной иерархии – и при патриархе Сергии, и при патриархе Алексии. 46-го года возглавлял отдел внешних церковных сношений, а в 60-м под давлением ЦК КПСС был снят с этой должности, а вскоре отправлен на покой. Между двумя отставками митрополит Николай встречается с архиепископом Брюссельским Василием. Митрополит говорит «Меня уволили так и так» и делает два энергичных жеста сверху вниз перед собой. «Почему?» – спрашивает архиепископ Василий. Митрополит отвечает «Это от гражданских властей. Я боролся в своих проповедях с антирелигиозной пропагандой. А народ мои проповеди слушает и любит. И это для властей неприемлемо. Им нужны архиереи, которые молчат и торжественно служат». За несколько месяцев до того, как он скончался, митрополит Николай стал выступать, стал говорить, вернее, проповеди в самых разных московских приходах, он был коломенским и крутистским. И в этих проповедях откровенно, без обиняков, корить себя, каяться, приносить покаяние за все то, за многое из того, что он за свою блестящую, вошедшую в историю церкви, карьеру духовную сделал. Главное – за всю неправду, за все искажение правды, за всю ложь. «Лондон. Церковь Успения Божьей Матери и Всех Святых, неподалеку от Кенсентонского сада. Это здание, англиканская церковь, передала церкви православной. Здесь, в том же 60-м году, будущий митрополит Антоний Сурожский получит письмо от митрополита Николая. Тот пишет, «Я не понимаю, что происходит. Всю свою жизнь я отдал церкви. Я умираю, и церковь меня не поддерживает. Церковь и не могла поддержать». Когда Синод обсуждал вопрос об отставке главы отдела внешних церковных сношений, митрополит Петерим сказал, что у него рука скорее отсохнет, чем он подпишет отставку. В ответ патриарх Алексий очень громко произнес, «Надо». Дело в том, что незадолго до этого к патриарху в чистый переулок приезжал начальник совета по делам религии Кураедов с помощником. Несколько часов они орали на патриарха, требуя снятия митрополита Николая. Патриарх сопротивлялся сколько мог, потом уступил. Власть больше не хочет использовать церковь, как инструмент для собственных нужд. Власть хочет уничтожить церковь совсем. Хрущев пообещает вскоре показать по телевидению последнего советского попа. Поход на церковь, как это ни удивительно, объясняется решениями 20-го съезда партии, разоблачившего культ личности Сталина. Логика элементарная. Мы осуждаем Сталина и возвращаемся к Ленину. К ленинским нормам партийной жизни и ленинской законности. До войны Сталин следовал ленинским нормам в отношении церкви, то есть продолжал начатую Лениным политику уничтожения церкви и духовенства. Но во время войны Сталин отступил от ленинских норм и пошел на предусудительное сотрудничество с церковью. Так вот теперь, когда Сталин развенчан, партия возвращается к Ленину с его идеей ликвидации церкви. Это логика Хрущева. Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай – ровесник Хрущева. Ленинский период в истории церкви владыка Николай помнит отлично. К 1917 году он сложившийся человек. Борис Ярушевич, таково в миру имя владыки Николая, поступает на физико-математические и юридические факультеты Петербургского университета. В течение летних каникул проходит курс духовной семинарии и блестяще сдает экзамены в Петербургскую духовную академию. После третьего курса отправляется в Оптину пустынь. Одно из главных и сложнейших наставлений оптинских старцев – «Не привыкайте к алтарю». В 22 года в храме Духовной академии пострижен в монашество с именем Николай. В храме Иоанновского монастыря на Карповке рукоположен в Сан-Ира Дьякона. Там же 25 октября 2014 года рукоположен в Ира монахи. И отправлен на фронт Первой мировой войны для исполнения пастырских обязанностей. В конце 1918 года его переводят настоятелем в Петропавловский собор, в Петергоф. Это бывший придворный собор, прихода здесь раньше не было. А теперь отец Николай ходит по домам, общается с людьми, которые станут его прихожанами. Зима 1918-1919 года. Голод, террор, неясность будущего. А ему удается тайная благотворительность. Он ободряет. Через год он назначен наместником свято-троицкой Александра-Невской лавры. И возведен в Сан-Архимандриты. Лавра при отце Николае в 1919 году становится духовным центром. Сотни людей по воскресеньям собираются здесь, в центре Петрограда, на религиозные, философские, общественные чтения. 27 марта 1922 года святейший патриарх Тихон назначает архимандрита Николая епископом Петерговским, составлением его наместником в лавре. Рукоположение совершает митрополит Петроградский Игдовский Вениамин. Патриарх Тихон весной 1922 года на допросах на Лубянке. В Москве уже идут организованные мероприятия по разграблению церквей. Те же акции в Петрограде. 12 мая в Александро-Невской лавре вскрыта рака с мощами святого князя Александра Невского. Мощи изымают. Впоследствии они будут выставлены в музее атеизма в Казанском соборе. 1 июня 1922 года в лавре епископ Петерговский Николай арестован. Двумя днями раньше там же взят митрополит Вениамин. Митрополит Вениамин будет главным обвиняемым в 1922 году на процессе над Петроградским духовенством. Расстрелян. Епископ Николай проходит по другому делу. Он сидит в тюрьме ОГПУ на Шпалерной. По постановлению следователя Петра Губрефтрибунала товарища Лютера, он будет отпущен под подписку о невыезде. Дело закроют. Но 10 февраля 1923 года епископ Николай будет арестован вновь, переведен в Москву в Бутырку и приговорен к трём годам лагерей в Усть-Коломе, в Коме. Будущий святейший патриарх, а в 1922 году епископ Ямбургский Алексей, также принимавший участие в рукоположении отца Николая в епископы, также арестован. Для епископа Алексея и епископа Николая ленинский период заканчивается на редко счастливо, они выживают, при том, что к 1922 году уничтожены 8 110 духовных лиц. Именно такой, жёсткий вариант взаимоотношений с церковью Хрущёву в 1959 году представляется наиболее целесообразным. На внеочередном, 21-м съезде КПСС, Хрущёв говорит о начале быстрого перехода советского общества к коммунизму. В связи с тем, что коммунизм предполагается построить в ближайшем будущем, одна из первоочередных задач – уничтожить в массах пережитки капитализма. Главный пережиток – религиозное убеждение. Некоторые историки полагают, что в ходе 21-го съезда КПСС было принято секретное постановление об уничтожении религиозных организаций в ходе выполнения семилетнего плана. В силу темперамента и недостаточности образования, Хрущёв искренне убеждён в том, что СССР находится в предкоммунистическом состоянии, и это несовместимо с верой. Хрущёв абсолютно уверен в безальтернативности коммунистической идеологии, а также в том, что эта идеология принята большинством населения. Этим Хрущёв отличается от Сталина, который в определённый момент во время войны почувствовал, что население устало от коммунистической пропаганды, и что она более неэффективна. Сталин подзажимает пропаганду и допускает послабление церкви. Руководит этим сам. Кроме того, вопросы веры ему не безинтересны. Он наблюдает, как его собственный культ в народном сознании сочетается и даже соперничает с верой в Бога. В отношении церкви послевоенный Сталин прагматичнее большей части партийного аппарата. Сталин это знает, и поэтому то разжимает, то сжимает руку на горле церкви. После смерти Сталина ситуация резко упрощается. Хрущёв сформировался как политик в 30-е годы, в период, когда Сталин успешно давил церковь. Дальнейшего сталинского политического интереса к церкви Хрущёв не понимал и остался на элементарно репрессивных позициях. Уже через год после прихода Хрущёва к власти, 7 июля 1954 года, принято постановление ЦК КПСС о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения, предлагается вернуться к довоенной политике наступления на религиозные пережитки. И никакого примиренчества. Не кто-нибудь, а сталинская правая рука Молотов предупреждает Хрущёва, что постановление поссорит нас с духовенством и верующими, принесёт массу ошибок. Хрущёв отвечает. Будут ошибки, исправим. Начинают разгонять молящихся, закрывать церкви. Идут слухи о скором запрещении церковных обрядов. В связи с этим начинается массовое срочное крещение детей. Прихожане и духовенство открыто проявляют недовольство. В сентябре в Москву приезжает антиохийский патриарх. Он говорит о необходимости прекратить перегибы в отношении церкви, так как это затрудняет сближение церквей и народов. Хрущёв идёт на попятные. 10 ноября 1954 года выходит постановление ЦК КПСС об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения. В период первой антицерковной атаки, предпринятой Хрущёвым, Совет по делам Русской Православной Церкви представляет ЦК КПСС информацию о настроениях в церковном руководстве. Приводятся фрагменты из письма митрополита Николая, патриарху Алексею. Периллюстрация переписки патриарха и митрополита – нормальная практика. В Москве, во властных структурах, митрополита Николая называют первым врагом народа. Говорят, он нам пока ещё нужен для заграницы. А в своё время мы его обезвредим. Опыт лагеря у митрополита Николая есть. Он вернулся в Ленинград в 1927. В 1927-29 июля митрополит Сергий выпускает послание к пастырям и пастве, впоследствии известная как Декларация 1927 года. Текст декларации провозглашает – православные граждане лояльны советской власти и готовы доказать это не на словах, а на деле. Суть декларации – церковь должна выжить во что бы то ни стало. Церковь становится под контроль государства. Сергеянство – это, собственно говоря, стиль отношений государства к церкви. Это некие правила игры, это некое условие существования. Государство сказало церкви, вы можете существовать только в этих условиях и никакой альтернативы. Поэтому надо было выбирать, либо существовать по тем правилам, которые предлагает государство, либо не существовать. митрополит Сергий и его сподвижники, в том числе и митрополит Николай, избрали существование. Чтобы были храмы, пусть и мало, чтобы свержалась божественная литургия, чтобы слово Божие проповедовалось в тех условиях, когда ничего проповедоваться не могло, кроме генеральной линии партии, и то со страхом. Отношения церковь-власть осложняются ситуацией внутри самой церкви. В 22-м году в Советской России возникает обновленческая церковь. Эдакие церковные революционеры, которые поддерживают советскую власть, и которым власть платит временной взаимностью. Обновленцы намерены подменить собой патриаршую церковь. Высшие иерархи обновленчества проверяют отношениями с госбезопасностью, в частности, с Ягодой. Автор декларации, митрополит Сергий, в 22-м году сам склонялся к обновленчеству. Но в 24-м принес покаяние патриарху Тихону. После смерти патриарха Тихона он получает пост заместителя патриаршего места блюстителя. Появление декларации митрополита Сергия в том числе связано и с обоснованными опасениями, что власть окажет обновленцам столь сильную поддержку, что традиционное православие будет лишено жизни. Кроме того, митрополит Сергий полагает, что объявление о лояльности власти спасет церковь от репрессий. Но от репрессий спастись не дано ни сергианцам, ни обновленцам. У вернувшегося в 27-м году из лагеря в Ленинград епископа Николая выбора нет. Он чужд обновленчества. В 22-м его коллега по Духовной академии и сотрудник ОГПУ Николай Платонов добивался его перехода в обновленчество. Добивался и обещаниями, и угрозами. Согласие епископа Николая избавило бы его от лагеря, но он выбрал лагерь и не взял на душу греха. После лагеря епископ Николай страну не покидает, а значит, его путь связан с сергианством, то есть с православием, надеющимся выжить в тоталитарном безбожном государстве. Епископ Николай, епископ Петерговский в Ленинградской епархии. В 28-м начинается сталинский поход на церковь. Массовая влиятельная общественная организация, Союз воинствующих безбожников, в 29-м году выдвигает лозунг «Борьба с религией есть борьба за социализм». В 30-м объявляется первая безбожная пятилетка. Епископ Николай рукоположен в архиепископы в 35-м, но он редко возлагает на себя архиерейское облачение. В Петергофе и в районе все церкви к этому времени закрыты. Архиепископ Николай служит простым священником в Никольском морском соборе в Ленинграде. Исповедует, совершает требы. Проповеди запрещены. Архиепископ Николай вынужден молчать. Жить в городе ему запрещено. Живет в поселке Татьянино под Гатчиной. Он вообще лишенец, то есть ограничен в правах. Архиепископу Николаю закрыт даже доступ в библиотеке. Вспоминает церковный диссидент Анатолий Краснов-Левитин. Я помню, с каким горячим интересом владыка буквально набрасывался на всякую книгу, газету, которую я приносил из нашей институтской библиотеки. И вечные пытливые вопросы. Что говорят студенты об Андре Жиде? Много ли читают Ромэна Роллана? Нравится ли Есенин? В поселке Вырица под Ленинградом живет старец отец Серафим. Сюда к нему идут и идут люди поодиночке и целыми семьями. Он утешает, ободряет, лечит души. Старинный знакомый отца Серафима, академик Павлов. Другие знаменитые русские ученые приезжают сюда к нему. Это физик Фок, Белок Арбели, врач Фаворский. Отец Серафим – духовный отец многих иерархов Русской Православной Церкви, впоследствии расстрелянных или сосланных. Вот сюда, в Вырицу, к отцу Серафиму, все страшные 30-е годы постоянно приезжает архиепископ Николай. По данным Комиссии по реабилитации Московской Патриархии, к 1941 году 350 тысяч репрессированных за веру. Только в 1937 году 150 тысяч арестованы. Из них около 80 тысяч расстреляны. На свободе всего 4 архиерея. Митрополит Сергий, будущий патриарх, митрополит Алексий, будущий патриарх, архиепископ Дмитровский Сергий и он, архиепископ Николай. Он стал олицетворять собой сотрудничество русской православной иерархии с большевистским дьяволом и путями Господу только известными, а нам непостижимыми. Вот это смешивание со злом, это подчинение злу, но, видимо, ради высшего блага, и только глубина его совести об этом знала, привела к церкви спасению и выживанию. Хрущев сталинскую антицерковную политику осуществляет, будучи первым секретарем Московского горкома партии, а затем на посту первого секретаря ЦК Компартии Украины. В 1939-м, в соответствии с пактом о дружбе между Гитлеровской Германией и СССР, Советский Союз присоединяет Западную Украину и Белоруссию. Владыка Николай назначается архиепископом Волынским и Луцким, патриаршем экзархом. Известно, что Владыка Николай принимает назначение вопреки собственному желанию. Задача по воссоединению западных, украинских и белорусских епархий с Русской Православной Церковью имеет очевидный государственно-политический оттенок. Это действительно первый опыт использования Московской Патриархии для распространения советского влияния на новых подконтрольных территориях. На новых западных территориях репрессии в полном объеме не успеют начаться. Начнется война. Однако кое-что власти удается. Те священники, которые отказываются перейти в Патруцкую Православную Церковь и едут в Красноярский край и Тайшет и Далии, есть это злодеяние в лице, в истории православия, есть. За три месяца до войны архиепископ Николай возведен в Сан-Метрополита. Войну встречает в Луцке. После взятия города завершает богослужение в прифронтовой полосе. Потом Киев. Из Киева уходит вместе с беженцами. В 1941 году только начавшаяся война не позволила советскому руководству привести в исполнение уже принятое решение – взорвать в центре Ленинграда знаменитый храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства царя Александра Второго Освободителя. Именно в этом храме провел свою первую службу после возвращения из лагерей в 1927 году владыка Николай. Тогда, в 1941-м, просто не оказалось взрывников. Они ушли на фронт, и это спасло храм Спаса на Крови. В 1956-м при Хрущеве снова всплывает идея снести собор. Она по случайности не реализуется, но продолжается будничное надругательство. В храме картофелехранилище. В 1941 году, в первые месяцы войны, власть не прекращает аресты священников. Когда гитлеровцы подступили к Москве, в октябрьские дни страшной паники и бессилия власть не забывает насильственно эвакуировать из столицы митрополита Сергия. По сути, это высылка, и она свидетельствует о недоверии к церковному иерарху. Между тем, митрополит Сергий уже 22 июня написал послание к пастве и сумел распространить его по стране. Он нигде в послании не упоминает ни Советский Союз, ни правительство. Он говорит. Церковь Христова благословляет на защиту границ нашей Родины. Патриарх почти прямо предупреждает священников. Война – не время вспоминать о пережитых репрессиях. Поддаться такому соблазну – значит изменить Родине и пастырскому долгу. Митрополита Сергия, как первое лицо церкви, будут держать в эвакуации вплоть до 43-го года. Митрополита Николая также эвакуируют. Но в ноябре 41-го ему удается вернуться в Москву. Митрополит Николай становится управляющим делами Московской Патриархии, замещает митрополита Сергия и управляет Московской епархией. Трагизм нашего отступления в 41-м и 42-м, ожесточенные бои, близость смерти и жажда победы дают необыкновенный всплеск религиозности в войсках и среди солдат, и у командного состава. И солдаты, и офицеры по пути следования частей посещают церковь, разгромленная советской властью до войны. Характерное письмо с фронта. «Мама, я вступил в партию. Мама, помолись за меня Богу». В ноябре 42-го года, перед началом нашего контрнаступления под Сталинградом, митрополит Николай совершает молебен перед казанским образом Божией Матери прямо на берегу Волги. Мало что может сравниться с этим зрелищем по интенсивности эмоций. Залитая огнем, пылающая Волга, тысячи солдат, смотрящих в глаза смерти, командиры Красной Армии, внемлющие слову митрополита. Город имени Сталина, в трагический поворотный момент истории, ищущий и нашедший связь с Богом у врат ада войны. Многие после смерти митрополита Николая будут говорить о том, что он был чрезмерно чистолюбив для человека церкви. После того ноябрьского молебна под Сталинградом митрополит Николай едва ли искал удовлетворения чистолюбия. Там, под Сталинградом, он был более чем посредником между Богом и теми, кто зряче идет на смерть. Это и был его час. Что касается Сталина, то для него и атеизм, и религиозность в равной степени только политические рычаги для удержания власти. Церковь с начала войны демонстрирует консолидирующую и объединяющую роль. Следует использовать возможности церкви, делая ей послабление, но сохраняя контроль. Митрополит Николай будет руководить сбором материальной помощи церкви фронту. В штатской одежде, представьте себе, даже во время войны, власть не разрешала митрополиту прийти в воинское соединение, в реакции. На самом деле, организация материальной помощи фронту – это уже фактическая легализация церкви в жизни страны. Выпускают из лагерей первых священнослужителей. После лагерей они идут на фронт. После лагеря на фронте – замком роды из веков, будущий патриарх Пимен. Митрополита Николая в конце 42-го включают в состав чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. С работой в комиссии сопряжена еще одна крайне сложная деятельность митрополита. Дело в том, что на территориях, захваченных немцами, с первых дней оккупации репрессированные коммунистами церкви вновь открываются. Немцы не противятся этому. Для них, как и для Сталина, церковь – аргумент в борьбе, что абсолютно не означает, что священнослужители идут на сотрудничество с оккупантами. Однако после освобождения оккупированных территорий положение священников и прихожан становится крайне драматичным. Разруливанием этой тонкой ситуации также занимается митрополит Николай. Наконец, именно с митрополитом Николаем начинаются переговоры о встрече Сталина с церковными иерархами. В Лондоне митрополит Антоний Сурожский вспоминает. О митрополите Николае говорили «Бог знает что». А он мне, будучи в Лондоне, рассказал, как его митрополит Сергий попросил стать посредником между ним и Сталином. Митрополит Николай отказывался «Я не могу». Владыка Сергий умолял его «Вы единственный, кто может это сделать. Вы должны». Владыка Николай рассказывал митрополиту Антонию «Стоя здесь, я три дня лежал перед иконами и кричал «Спаси меня, Господи! Избави меня!» После трех дней встал и дал согласие. Митрополит Антоний говорит, «После этого верующие перестали верить, что он свой, а коммунисты знали, что он не свой. Вот такая жизнь. Это мученичество. То же самое, что быть расстрелянным». Уравнение сложнейшее, которое компьютер не решит. Сотрудничество со злом и того, ради чего делается это сотрудничество, это всплыло таким синтезом, результатом уравнения в его покаянных проповедях. Но список его неправд, конкретизация этого сотрудничества со злом заняло бы большое количество на вашем диске. Перечислю немножко. В 1944 году митрополит Николаев подписывает в ряду чрезвычайной комиссии, созданной Сталином, акт о том, что пленные поляки в Катыни, в Смоленской области, а человек их было около 30 тысяч, если я не ошибаюсь, были умертвлены СС Ивермахтом. На самом деле они были умертвлены НКВД по прямому распоряжению подписи Берия Сталина Молотова. И митрополит Николай это знал, а подписал. Встреча Сталина с иерархами состоится 4 сентября 1943 года. А уже 8 сентября в Москве проходит собор, на котором митрополит Сергий избран патриархом московским и всей Руси. Епископы, избравшие патриарха по указанию Сталина, срочно привезены в Москву, преимущественно из лагерей. Через 10 дней, 20 сентября, в Москву прибывает делегация Англиканской церкви во главе с архиепископом Йоркским Гарбетом. Дело в том, что Сталин ведет личную переписку с одним из высших деятелей Англиканской церкви, настоятелем Кентерберийского собора, Джонсоном, который возглавляет Объединенный комитет помощи Советскому Союзу в Англии. Летом 1945 года настоятель Кентерберийского собора будет два месяца гостить в Советском Союзе по приглашению Сталина. Сталин высоко оценил деятельность Джонсона на посту руководителя Комитета помощи СССР и наградил его Орденом Трудового Красного Знамени. В 1943-м, в ходе визита делегации Англиканской церкви, 23 сентября в Погоевленском соборе проходит молебен о даровании победы войскам союзников и Красной армии. Архиепископ Йоркский после Москвы следует в Тегеран, где вскоре открывается конференция глав стран-участников антигитлеровской коалиции. Сталин, несомненно, имел в виду тегеранскую встречу, когда молниеносно восстанавливал патриаршество. Утепление образа СССР обеспечивает западную материальную помощь и приближает открытие Второго фронта. Англиканская церковь давно просила о визите в Советский Союз в целях выяснения ситуации со свободой совести. Теперь перед Тегераном визиты разрешают, и он приносит советской стороне желаемые результаты. Архиепископ Йоркский говорит, когда я приеду в Англию, и корреспонденты будут меня спрашивать, есть ли в России свобода от правления религиозного культа, я отвечу, безусловно, да. Архиепископ Йоркский привезет в Англию подаренную ему книгу «Правда о религии в России». Книга вышла под редакцией митрополита Николая. В ней ни слова о гонениях на церковь. В 1945 году митрополит Николай с ответным визитом в Англию. В честь советской делегации король Георг VI дает прием в Букингемском дворце. Черчилль, встречаясь с митрополитом Николаем, говорит ему, «В ваших руках будущее России». Душа его, в Средних Небесных, сейчас радуется. И, видимо, это интегральное уравнение, которое в нем было, это противоречие страшное добра, зла, правду и лжи, нашло сейчас в его посмертности свое разрешение в том, что, слава Богу, русская церковь свободна. Митрополит Николай с 1946 года возглавляет созданный фактически под него отдел внешних церковных сношений. Митрополит Николай был горячим сторонником развития отношений русской церкви с другими православными и неправославными церквами. Я думаю, что митрополит чувствовал и понимал, что чем больше будет внешней поддержки у русской церкви, тем будет прочнее ее положение внутри страны. Масштаб внешнеполитической активности митрополита Николая таков, что его будут называть вторым министром иностранных дел. Митрополит рассматривается в качестве наиболее очевидного претендента на патриарший престол в случае кончины патриарха Алексея. Однако глава Совета по делам РПЦ Карпов пишет в ЦК, что это нежелательно, так как Николай будет жестко отстаивать независимость церкви. Пока власть эксплуатирует способности и ораторское искусство митрополита для влияния на мировое общественное мнение в годы Холодной войны. А главной пользой был возрастающий авторитет московского патриархата. А если авторитет за рубежом высокий, то значит не так просто прихлопнуть, не так просто сломать, разрушить. И вообще начинает казаться, что после долгих репрессий правила игры устоялись. В 49-м в журнале московской патриархии, где регулярно печатаются проповеди митрополита Николая к 70-летию Сталина, поздравительным текстом отведено 8 полос. Там же фотография ларца, преподнесенного Сталину в подарок от русской православной церкви. За обедами в церковных собраниях в первую очередь возносится здравиться Сталину. Сталин, который открыл церкви и вернул патриархат в 43-44 годах, и разрешил журнал, и семинарии, и монастык, уже в 48-49-м это все стало отыгрывать, и уже Сталин свел существование РПЦ к отделу внешнецерковных сношений и к борьбе за мир. Сталин был прагматическим спасителем церкви и вернулся к ее большевистскому гублению. В том же 49-м Сталин теряет интерес к внешнеполитической работе Русской православной церкви. Сталин находит ей замену. Для разруливания внешней политики у него появляется атомная бомба. Когда 5 марта, а может быть 2-го, это еще неизвестно, Иосиф Виссарионович Сталин отправился в свою преисподнюю, откуда он не зашел, неверующий, богоборческий семинарист бывший, гонитель церкви, несмотря на все то, что ему приписывается, ее спасение. Он ее снова стал гнать и в 48-м, и в 49-м. И вот панихиды по нему были. Я сам в Носковском храме слышал со святыми у покоя Господи душу раба твоего Иосифа. Эту панихиду служили под грех Алексей I и митрополит Николай, побывав в колонном зале с крокодиловыми слезами. Я тогда только могу вспомнить, это простите, это брутально, может быть, это вульгарно, можно вспомнить замечательный русский лубок, как мыши кота хоронят. В 54-м, когда Хрущев начал первую антицерковную атаку, он еще не единовластен. Его личное отношение к церкви пока не может быть реализовано. Хрущев временно отступает. Оттепель успеет коснуться церкви. В 56-м впервые за всю советскую историю издана Библия. Представители Московской Патриархии приглашаются на кремлевские приемы и в иностранное посольство. Несколько лет тому назад я в Давосе встретился с Майей Плесецкой, нашей прославленной балериной. Мы не были до этого знакомы. И вот только познакомившись, буквально два-три слова сказали друг другу, и она стала вспоминать далекие 50-е годы, когда она тоже участвовала в защите мира, и когда она впервые встретилась с митрополитом Николаем в Кремле на одном из этих мероприятий. И какое сильное этот человек на нее впечатление произвел. Однако после 20-го съезда Хрущев в частных беседах обвиняет церковь в низкопоклонстве перед Сталином. Среди высших иерархов возникает беспокойство. Патриарх пытается добиться встречи с Хрущевым. Хрущев отказывается. С патриархом встречается премьер-министр Булганин. Он уверяет, что гонений не будет. И это создает ложное представление об отношении государства и церкви. Власть, выпускающая на свободу сталинских заключенных, испытывает острое недоверие к освободившимся, к духовным лицам в особенности. Их очень трудно контролировать. Они источник инакомыслия, прошедшего проверку лагерем. Церковь начинает быстро наверстывать растерянное в годы репрессии. Возвращается духовное образование. В 1956-м более трети младенцев крестят, а умерших отпевают. В январе 1958-го глава отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии митрополит Николай в беседе с председателем Совета по делам Русской Православной Церкви Карповым официально заявляет о необходимости избрания духовенства в представительные органы власти. Это заявление митрополита Николая вызывает резкую реакцию в ЦК КПСС. Однако трудно сказать, что именно больше волнует власть – идеология или экономика. Экономика в настолько плохом состоянии, что начинается сокращение армии. За 1955-1958 годы армию сокращают на 2 миллиона 140 тысяч человек. Это связано не с миролюбием, а с невозможностью содержать армию. В 1958 году на бесперспективном экономическом фоне и под разговоры о скором построении коммунизма начинается второе в советской истории разграбление церкви. Хотя по второму заходу грабить уже разграбленное малодоходное. По личному указанию Хрущева, Совмин 16 октября принимает антицерковное постановление о монастырях в СССР и о налоговом обложении доходов епархиальных предприятий, а также доходов монастырей. Это означает рост налогов на землю и строение, резкое сокращение числа монастырей и их обитателей, повышение налогов на доходы свечных мастерских, сокращение зарплат священников, распуск церковных хоров. Опять, как при раннем Сталине, запрещен колокольный звон. Издается инструктивное письмо о прекращении благотворительной деятельности религиозных организаций и о запрете на открытие храмов. В 1959 году полным ходом закрывают монастыри. В 1959 году комитет госбезопасности, возглавляемый Шалепиным, шантажом и угрозами вынуждает две сотни священнослужителей к отречению от сана. С 1959 года расширяется практика втягивания священников в отношения с КГБ. 18 февраля 1959 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай идет в Совет по делам Русской Православной Церкви. В записи беседы зафиксировано в раздраженном тоне, нервничая и возмущаясь, Николай заявил, что с осени 1958 года началось наступление на церковь, равнозначное походу на церковь до войны. Сторонние наблюдатели, любой сторонний человек мог бы сказать так, ну а что? В то время, когда люди в тюрьме были и в лагерях, он не был в тюрьме, в тюрьме и в лагере. В то время, когда запрещалось людям выезжать за границу, он выезжал за границу и внешне был совершенно благополучен. Не означает ли это что-то плохое? Не означает ли, что митрополит-то не в полной мере был человеком церкви? А может, каким-то чиновником, тайным агентом, исполнявшим волю безбожной власти? И, наверное, были люди, которые так воспринимали митрополита Николая, как и других иерархов русской церкви. Но есть некое очень сильное доказательство того, что митрополит Николай был человеком церкви, преданным ей даже до смерти. 16 февраля происходит невероятное выступление патриарха на конференции по разоружению. С трибуны в Кремле патриарх совершенно ясно говорит о гонениях на церковь. Текст выступления патриарха написан митрополитом Николаем. Снять патриарха было, конечно, невозможно даже Хрущеву. Но власть очень скоро узнала, кто подлинный автор этого текста. В 30-е годы при Сталине церковь во многом ушла в подполье. Возникла так называемая катакомбная церковь. Это особая религиозная жизнь с тайными священниками, тайными крестинами, свадьбами, исповедями. Сталин мастерски предупредил уход всей церкви в подполье. Он сохранил официальную церковь и ее руководство, которое, в отличие от подпольного, можно контролировать. Но теперь бунт поднимает второе лицо в церковном руководстве. Возникает угроза, что владыка Николай возглавит организованную церковную оппозицию. Где и как, и каким мотором совесть взяла верх над комфортом, как правда преодолела любовь к почести и к протоколу, это Бог даст, мы с ним на том свете сможем еще об этом переговорить, и ведь он расскажет. Митрополит Николай идет ва-банк. Он дает добро на передачу своей проповеди о гонениях на церковь в СССР по Би-Би-Си. По решению ЦК, митрополит Николай снят с отдела внешних церковных сношений. Владыки Николая требуют написать прошение об уходе на покой. Он пишет. Когда он умрет, его дом немедленно сносит. Абсолютное большинство людей было уверено, что митрополит скончался не своей смертью. Потому что целый ряд обстоятельств свидетельствовало о том, что уж слишком много как бы тайн вокруг этой смерти. Если бы это была обычная смерть, то, может быть, было бы меньше тайн. Митрополит Антоний Сурожский, присутствовавший на похоронах митрополита Николая, позднее на встрече в Англии, рассказывал архиепискупу Брюссельскому Василию о том, что похороны и отпевания происходили в какой-то крайней спешке. Поразила враждебность собравшихся архиереев и духовенства. Никто не сказал о нем доброго слова. В день его погребения были отменены электрички. С Ярославского вокзала невозможно было доехать до нынешнего Сергиева посада. Ну а машин тогда у людей не было. Даже мертвый митрополит Николай, в силу невероятной популярности и любви многих и многих людей, был опасен. В 61-м году, когда в Троице Сергиевой лавре хоронят митрополита Николая, настоятелем лавры служит епископ Пимен. Его нельзя назвать человеком радикальных антисоветских взглядов. Но в 60-е годы, когда его переведут на Саратовскую кафедру, он будет защищать диссидентов. К нему приезжает Солженицын. В 70-м архиепископ Пимен венчает Ростроповича и Вишневскую. В конце 80-х выступает против национализма в политике и в церкви. Архиепископ Пимен – родственник Пушкина. А по линии Пушкина он еще и родственник. Его представили Елизавете II, он и так и сказал. А ведь мы с вами, Ваше Величество, родственники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова